здравствуйте друзья на связи кузнецов дмитрий центр юридической защиты компания лям хочу вам предложить ролик банк теньков и один из наших постоянных слушателей клиентов подписчиков и что очень хорошо авторов девушка одна из моих любимейших авторов так могу сказать как она расправляются с этими жалкими существами и очень послушаем давайте вместе повеселимся и те кто до сих пор еще не понимают что происходит подпишитесь на канале послушайте роликов как можно больше посмотрите видео на нашем сайте как устроена наша работа и успокойтесь никому ничего не должны если вы не можете платить этого делать не обязательно они вас обманывают не дайте им себя обмануть итак поехали теньков беспомощный в лице своего сотрудника ну и конечно же человек уверенный в себе очень интересно давайте послушаем аннастасия Валерьевна, здравствуйте здравствуйте меня зовут Ольга Сергеевна специалист до судебного регулирования опроса о должности Адмирса Феникс я звоню по поводу долга ранее ображаемых теньков банки сумма которая стояла 213 180 рублей по какой причине поступает оплата еще раз кто? меня зовут Валерьевна Ольга Сергеевна специалист до судебного регулирования опроса о должности Адмирса Феникс я звоню по поводу долга ранее ображаемых теньков банки сумма которая стояла 213 180 рублей по какой причине не поступает оплата ага вот как Феникс а как давно оплата не поступает не подскажете? так это вот я у вас хотела спросить а вы не знаете? я вот вижу последний раз оплата была у вас которая здесь числится так вот так элементом Axel Butnia 16.900 рублей выпускное обещание все какую обещанию? любите ну выполненное которое сумму поступления последние которых была ага я смотрю поплатите потихонечку да? я на этот раз так забыли немножко Какой вы еще раз? В июле 16-го года? Вы в курсе, что сейчас 17-й сентябрь? Я-то в курсе. Я говорю только информация, которая у меня на компьютере. Это, я говорю, когда платили. А правда, платите понемножку, это что означает? Ну, потому что я смотрю, у вас выполнены обещания, платежи какие-то поступали. Кому обещания, простите? Какие обещания? Вы о чем? То, что платите, говорю. Раньше платили, говорю, сейчас перестали. Это просто у нас это называется обещаниями? А, у вас это называется обещаниями, понятно. А что это? Сумма поступления. Ага. Вот. Почему перестали платить? Что случилось? Нет, не особо, все в порядке. А почему вы интересуетесь? Ну, потому что у вас просрочка больше 180 дней, и сумма... К коллекторскому агентству «Феникс»? На номер старого договора. Что на номер старого договора? Долг у меня перед кем? Сейчас «Феникс» перед Фениксом. Ранее, в Синьков банке. Долг проданный. Ай-яй-яй. А вы знаете, что я не в курсе даже? Что вам не поступало уведомления, хотите сказать? Извинение, но это и говорю. Ну, я не распределяю уведомления, я не почтаю. Ну, извините, что это ваши проблемы. Это не мои проблемы. Я, говорю, не распределяюсь. Но мне кажется, что он не может... Ну, вы сначала убедите, что человек уведомлено о переходе правопребования, а потом звоните, и что требуется? Я не знаю, всех уведомили, уведомили, кто так уведомили. Ну, значит, так вот? Ну, вот я вас уведомила, я вам говорю. Это не уведомление, а в голосе из трубки. Вы что? Я говорю, что номер старого договора платить. Номер нового договора у вас не такого номера нового нету. Номер тот же самый. Номер договора у вас не... Это реквизиты банка Тинькофф? Да, 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 да. А какие вы же... Если вы мне говорите, что банк Тинькофф проводил эту... Номер договора не изменен просто. Так я кого должна? Банка Тинькофф или агент Туфеникс? Ах, блин. Доктор Анастасий Иванович, номер договора не изменяется. Леш, я же должна знать, кому я должна денег-то. Так Тинькофф или агентство? Вы что-то путаете сейчас. Это вы, по-моему, по жизни что-то путаете. Я по жизни ничего не путаю. Я вам сказала, куплю договор, но номер договора не изменен. Просто номер договора тот же, который был у вас изначально. Вот и все. То есть я должна заплатить на реквизиты Тинькоффа? Да. А подборщие ваши сотрудники мне говорили, что я должна платить на реквизиты Тинькса и обещали мне выслать реквизиты Тинькса. Ребят, вы там определите уже как-нибудь. Я не знаю, что вам до этого говорили. Желательно назовите фамилию, конечно. Это будет очень хорошо. Потому что у банка Тинькоффа ко мне нет претензий. Вот номер договора старый будете платить. По номеру старого договора. С удовольствием я еще раз вам говорю. У банка Тинькоффа ко мне претензий нет. Так мы сейчас спрашиваем. Так вы же мне говорите, что Тинькоффа платить. А не вам. Номер договора неизвестен. Громко вступай, ну громко вступай. Что, номер договора не меняется. Я бы спросила, кому я должна. Ты мне говоришь, что Тинькофф в банку. Вы должны сейчас нам. Мы просто... Вы платите реквизит у Синькоффа. Да, все. У вас заново там все в порядке? К врачу не пробовали обращаться? Нет. Не пробовали попробовать? Вы понимаете? А вы не понимаете, что ли, что он говорит, что номер договора не меняется? Да не плевать вообще на этот номер договора, который не существует. Как это не существует? У вас существует? Правда, что ли? У вас есть мой договор с Тинькофф банком? Я так понимаю, это бест... Почему бест... Да, друзья, ну вот такой веселый диалог получился. И основной клоин, конечно, вы догадались, кто здесь был. Бедняжка и заикалась, и кашляла, и кряхтела. Но не смогла. Не смогла она, как в том анекдоте про лошадь. Я же не почтальон. Иди, почтальон, обработай. Работа. Еще раз призываю всех вот этих вот коллекторов, которые обрывают со столбов объявления, на которых написана работа в офисе, достойная работа. Ребят, это не работа вообще, не говоря уже о достойности. Вот почтальон, это достойная, полезная работа. Да, это не профессия, на этой работе может работать любой, каждый, мне кажется. Но только с условием, что есть мозги. Поэтому, если у кого еще что осталось, там я сейчас к коллекторам обращаюсь, лучше в почтальоны. И здоровья побольше будут вам, велосипеды может где-то выдадут. Ну, а если не выдадут, то пешочком походите. Как говорится, голова не работает, пускай ноги работают. Вот, такая вот. Давайте, значит, как всегда, просничек вправо-вверху будет. И будет у нас такой вот вопрос. Как вы относитесь к банку Тиньков? Ну, и будут варианты ответов, ответьте, пожалуйста. Я призываю всех подписаться на наш канал. Кто еще этого не сделал, поставьте, конечно, лайк. Автор заслуживает. Огромное спасибо автору. Ну, и само собой, не забудьте поделиться в соцсетях этим роликом, этой ссылочкой, чтобы побольше людей узнали, что да как. А кому нужна юридическая защита? То есть, не просто веселье, как говорится, а вот грамотно, в документальном формате закрыть все свои вопросы. Пожалуйста, в описании этого ролика, да и любого другого, есть ссылочка на наш сайт. И на сайте выложена видеопрезентация. Как устроена работа кредитных юристов, в компании «Алям». Посмотрите, все поймете, оставьте заявочку, и мы вам перезвоним в рабочее время. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания «Алям». Всего вам хорошего, друзья, счастья и здоровья, финансового благополучия. До свидания.